Так, ну наверное пошло, потом это все в режим. Добрый день, дорогие друзья, дорогие участники клуба Кузница Тезраева Харьков, дорогие подписчики моего канала на YouTube. Прошло неполных три месяца, и меня вновь пригласил гостеприимный Дмитрий Сварчевский, владелец реставрационно-восстановительного комплекса Автореликвия, в рамках которого действует уникальный по своей природе, по своей сути музей, ретроавтомобильной, не только автомобильной техники. И сейчас, Дмитрий, мы с вами встретились уже в канун завершения нынешнего 2018 года. Ну да, уже вот. Да, елочка намекает, причем елочка уникальная, с чисто автомобильной тематикой. Тут и ключи, и разводные, и поршинки, и плексиглазовая накладка. Запорожец горбатый. Да-да-да, накладка на рычаг КПП, то есть стилистика в полной степени, воплощает с тобой суть проекта. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, вот начнем наш с вами разговор с итогов сезона 2018 года. Что было сделано, в каких мероприятиях вы поучаствовали, чего достигли, пожалуйста? Год такой, скажем так, не особо урожайный, скажем прямо по самому большому спектру причин. Но будем говорить так, что как это, и жаловаться грех, и помню лучшие времена. Значит, главным результатом этого года было окончание достаточно объемного проекта. Это восстановление автомобиля ЗАЗ-966 «Ялта». И сразу в продолжение, во вторую часть вашего вопроса, именно с ним я в этом году участвовал в одном единственном мероприятии. Это на площади независимости проводилось автофестиваль. А, на площади свободы, виноват, тут даже написано. И, да, вот получен диплом, победитель в номинации «Лучший ретроавтомобиль». То есть это вот тот проект, который длился почти два года. То есть он был начат где-то вот в такое время, в 2016 году, весь 2017 год. И вот как раз к сезону лета 2018 года этот проект был окончен. Параллельно, естественно, есть другие проекты, которые по ряду более чем объективных причин не были завершены. Это «Москвич-400-420А «Кабрио-лимузин». Он уже в достаточно такой финальной стадии. По ряду там вопросов сейчас мы его отложили. И на финишную прямую вышел огромный проект, который более 10 лет реализовывался в моем реставрационном центре. Это автомобиль «ГАЗ-14 «Чайка». Да. Вот. И в середине осени этого года по плану был начат в реализацию проект автомобиль «ГАЗ-21 «Волга». Патрульный автомобиль «ГАИ». Это из, так сказать, таких больших глобальных проектов. И вот уже буквально месяц назад заехал ко мне очень интересный автомобиль. Производство ГДР, ныне не существующий. Автомобиль «Барказ-Б1000». Там текущие вопросы, отсутствие специализированного и, как бы это правильно сказать, обслуживание в одном месте привели к возникновению массы всяких нерешенных вопросов у хозяина. И мы вот сейчас все это, как бы пытаемся привести к общему знаменателю, восстановить все, как оно быть должно, и дать возможность человеку эксплуатировать машину с удовольствием, а не так, как вот она приехала к нам. Понятно, понятно. Кстати, к слову добавить, друзья. Я имел честь быть на выставке, которая проходила в начале мая нынешнего 2018 года на Площади Свободы, о чем в начале нашей беседы говорил Дмитрий Сварчевский. И я своими глазами видел под лучами палящего, знойного уже на тот момент майского солнца, сверкающий, переливающийся всеми цветами радуги, только что отреставрированным с пилу жару, как горячий пирожок автомобиля ЗАЗ-966 «Ялта», ощущение от его отлюбования им не передать. Это действительно, как в хорошем смысле слова, игрушка, сделанная очень мастерски, очень хорошая энергетика у автомобиля. И просто я как столб простоял минут 10-15, хотя я был не один, и меня уже друзья дальше подталкивали продолжить посещение выставки, осмотры других экспонатов, но меня, конечно же, пленил ЗАЗ-966 в исполнении автореликвии. Если бы в ту пору проводился конкурс при зрительских симпатий, я бы обязательно долговаться этому автомобилю. Ровно, спасибо, Фёдор. Дмитрий, вот в контексте ответа на предыдущий вопрос вы затронули тему награды, что вы получили диплом за лучший ретро-автомобиль от реставрирования. А давайте сейчас поговорим в целом. Вот более 30 лет существует автореликвии, этот масштабный проект. Какие награды вы были удостоены получить в целом? Какие самые значимые? Понятно, что всему вспомнить-то невозможно за 30 лет, ну вот самое такое значимое, то, что вот греет душу? Я вам честно скажу, в связи с тем, что, как правило, виды, форма, награды, ну назовем ее так, практически всегда не меняются. То есть это либо, условно говоря, вот бумажный диплом, грамота, или что там еще, дипломы, грамота, других как бы и форм нету. Иногда к диплому прилагается кубок. Либо это, так сказать, ну изготовленный, условно говоря, кубок в условиях там какого-то специализированного предприятия, либо вот как на Харсе 2014 у строителей изготовили кубок или награду из поршня с шатуном от какого-то автомобиля, покрашенный там и, так сказать, приведенный в состояние подарочного. Вот, поэтому, скажем так, что чего-то такого вот особого, вот чтобы сказать, что вот прямо вот, ну, ух-ах, ух-ах, да, ух-ах, то есть все они и заслуженные, и будем говорить, вот они все в одном ряду. То есть ничего такого, чтобы вот прямо как бы подпрыгнуть и сказать, что знаете, как в Формуле-1, там, чемпион, там, все, там, тебя обливают шампанским, нет. Все всегда достаточно понятно, прогнозируемо, и будем говорить так, что, ну, ничего из ряда вон выходящего не могу вспомнить. Понятно. А самая последняя награда – это с Площади Свободы? Да, да, да. Не-не-не, это единственное мероприятие, в котором я принял в этом году участие. И будем говорить так, оно абсолютно противоречит моей идеологии. Почему я, так сказать, назовем это так, даже снизошел, я не буду другого слова подбирать, потому что меня пригласил мною лично очень уважаемый человек, это Константин Ищенко, известный в Харькове авто... 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 Автогуру. Автогуру, да, какой-то мэтр в контексте организации очень мною уважаемого такого мероприятия, как автотюнинг-фест. Вот. Достойнейшее мероприятие. Участником всех тюнинг-фестов, которые проводил Константин, я был по его личному приглашению. И вот это то мероприятие, тюнинг-фест, которое вот отвечает моему внутреннему пониманию о том, как должно выглядеть мероприятие автомобильное. Вот. И только поэтому я в нем принимал участие. И соответствующим образом, когда Константин организовывал... Это городское было, это никакого отношения к его тюнинг-фесту не имело. Его пригласили как солидного специалиста в организации подобного мероприятия. Оно ж было не только выставка старинных автомобилей. Там было огромное количество всяких мероприятий. Это двухдневное мероприятие. Вот. И когда Константин позвонил мне и меня пригласил, тут не было никаких сомнений, что я буду участвовать. А еще и появилась возможность продемонстрировать действительно, как вы сказали правильно, с пылу с жару отреставрированный автомобиль. И все же дело в том, что второго такого нет, посмотреть негде. Абсолютно. Да. И поэтому я с большим удовольствием потешивал собственное самолюбие. И на потеху публике. То есть нам спасибо большое. Да, да, да. Старался как мог. Вам-то удалось. Хорошо. Следующий вопрос, Дмитрий. Вот чтобы закончить разговор о, скажем так, физических каких-то вещах, давайте с вами сейчас поговорим о грядущих планах. Понятно, что есть планы далеко идущие, есть планы, скажем так, ближайшего толка. Но вот не будем загадывать, вот что планируется с точки зрения реставрации сделать в сезоне уже следующего, 2019 года. Какие единицы техники будут причесаны, скажем так, до ума доведен? Значит, очень надеюсь на то, что у меня появится возможность закончить такие вышеназванные Москвит 400-420 кабрио-лимузин. Очень хочу в следующем сезоне выпустить его. Делаю все, стараюсь, но не от меня, так сказать, проблемы зависят. По чайке, конечно, комплектация этой машины огромная сложность. И в качестве сложности добывания этих запчастей и их не стоимости. Конечно, все стоит баснословных денег. По плану должен закончить, вот, выше тоже названный автомобиль Волга ГАЗ-21 патрульная ГАИ. И у меня в планах начать, это уже к концу года, я, как правило, в холодное время года вхожу с кузовными работами. Дабы летом, когда тепло, весна, лето и осень, условно говоря, это время сборки и покраски, когда нужно соответствующие климатические условия для всех этих работ. А зимой мы, конечно, входим с кузовными работами. И я планирую начать реставрацию достаточно, уже можно сказать, уникального, москвича 426, универсал, люкс, с распашными задними дверями, в исполнении лид, в хроме. Такая машина достаточно редкая уже, то есть, просто ее увидеть даже нигде вживую невозможно. Вот, думаю, что я за него возьмусь. Вот, хотя, будем говорить, каждый год вносит какие-то коррективы. Но планы пока вот такие. Понятно. Друзья, вот сейчас в пределах нашей беседы несколько раз Дмитрий упоминал ГАЗ-14 Чайка, и в подтверждении его слов о сложности комплектования, реставрации, хочу привести такой пример. Тормозная система ГАЗ-14 Чайка выполнена английской фирмой Гирлинг, и в частности, передние тормозные механизмы представляют собой двухконтурную систему. То есть, будем так говорить, запас прочности двухсотпроцентный. Если откажет один контур, то второй будет исправен и сможет вовремя остановить довольно-таки тяжелый, шестиметровый, практически трехтонный по весу автомобиль. Вот, то есть, друзья, вы понимаете, что на этих механизмах не написано Made in USSR, там написано Made in England, Гирлинг фирма, повторюсь еще раз. Да, Кастрол Гирлинг, да. И это, конечно, реставрация подобного автомобиля, это проект длиною в жизнь, можно так сказать. Пусть и небольшой, маленький проект, как отдельная жизнь, да. Поэтому все очень серьезно, друзья, и честь и хвала автореликвии, что она взялась за реставрацию подобной вида техники, правительственного автомобиля. Потому что в Харькове я аналогов не знаю. Чаек, наверное, больше есть, да? Да, есть, и будем говорить, практически из всех этих чаек, они проистекают из моего реставрационного центра, и там в силу, как бы так вот, мы ж люди эти интеллигентные и должны оставаться в рамках приличия, вот даже слово не подобрать, рядом непорядочных людей, они вот там из автореликвии там перекочевали в другое непонятное там, вот, но чайки эти есть, они были куплены мною на заказ, и будем говорить, первоначальные какие-то работы производились еще в моем реставрационном центре, а потом вот судьба им так не улыбнулось, и они, так сказать, пропали в Бозе, почили в Бозе, поэтому и вы их не видели, хотя, если вы были на предпоследнем Харсе, который проводился на той же площади Свободы. Там 14-ю чайку я наблюдал, даже не одну, по-моему, а две, вот, и, по-моему, даже 14-я там была. Вот это вот как раз та 14-я чайка, которая была мною приобретена для уважаемого харьковского коллекционера, но потом, в силу там сложившихся негативных таких течений, она вот из моего реставрационного центра попала непонятно куда. Ну, чайка есть, 14-й городе. Я думал, что это из другого города Украины привезли в Харьково, а это наша родная. Это наша, да, из бывшего обкомовского гаража, их было две. Одна вот осталась у нас, я ее выкупил, а вторая уехала в Донецк. Вот, и ее, как бы, сейчас судьба непонятна. Но 14-я чайка есть еще одна, вот, по моим агентурным данным есть еще одна. Но вот я ее, все мне говорят, периодически там, общаясь, говорят, а ты знаешь, что вот там вот мы видели, вот. Но я как бы лично не видел, но вот неоднократно до меня доносились слухи, что есть еще одна 14-я чайка. Не видел, не знаю, и... Друзья, чтобы вы понимали, всего чаек ГАЗ-14 выпустили немногим более тысячи экземпляров. И если в Харькове мы говорим о концентрации трех или четырех экземпляров, это уникальная ситуация. Чего я не знал, я думал, только одна есть чайка, а оказывается еще. Тысяча экземпляров всего, друзья, это уникальная партия, даже меньше. Меньше, там 800 с чем-то штук всего-навсего. У меня 756-я по номеру. Вот, а их... И у меня 86-й год. Выпускалось их меньше 100 в год, а в 88-м закончился выпуск. Да, неполный год в 88-м, говорят, в мае последняя как-то там она вышла, и все их там 800, то ли 80, то ли 2. То ли 860 штук. Поэтому, действительно, эта машина настолько мелкосерийная, что, действительно, там даже две машины... Это уже... Ну, будем говорить, что в советские времена, в таком большом областном центре было две 14-й чайки. То есть, в распоряжении обкома партии были две машины. Все, то есть, ну вот, на миллионный город две чайки. И это... Более чем. Да, да. Не в каждом миллионнике было такое количество. По регламенту, по штату. Понятно. Да, вот так вот. Ясно. Далее, мне хочу задать такой любопытный вопрос, который связан, скажем так, с различными гранями деятельности Реставрационно-восстановительного центра Автореликвия. Особо внимательные зрители, которые еще в 2000-е годы смотрели телевизионный канал Автопремьер, могли видеть передачу, несколько передачей, где принимал участие в качестве главного героя Дмитрий Сворщевский. И если вы обратили внимание, друзья, то каждый раз в студии были расположены уникальные диваны-кресла, выполненные на основе 21-й Волги. И в одной из передач Дмитрий честно признался, что это его, скажем так, ноу-хау. И в связи с этим, то есть это ваши сотрудники сделали, в связи с этим у меня такой интересный вопрос. Это единичный был такой прецедент? Или вы и по сей день можете на заказ какую-то такую мебель стилизованную в автомобильном стиле? Или, например, барная стойка из некондиционного, но которой уже невозможно восстановить кузов автомобиля? Занимаетесь декором, скажем так? Я понял вопрос. Начну с конца. Не, мы этим не занимаемся. Значит, это действительно мы сделали такие диваны для редакции, для редакции мною очень уважаемого телевизионного издания «Автопремьер». И лично для главного редактора, это был такой вот жест, как бы клип рок-во, как говорится, Константину Фендрикову. И для его студии это копия диванов. Вот если вы все знают, смотрели такую передачу «Топ Гир», у них тоже были диваны изготовлены из каких-то их автомобилей, то мы взяли... А Шерлимпова даже, по-моему, такие большие диваны. Да, мы взяли тоже самый большой хит, который только возможен. Это «ГАЗ-21», настоящие передние диваны. И сделали вот два дивана для студии «Автопремьера». Это была разовая такая, как бы... Акция. Акция, да. Скажем так, что если, конечно, джентльмен придет и сформулирует, а главное, позволит себе материально такой проект, то, пожалуйста, почему нет? То есть, возможно, в принципе. Естественно, о чем вы говорите. Мне просто очень интересно. Это железо, и на самом деле ничего сложного как бы нету. Просто, что это достаточно такая вот специфическая работа. Она занимает как бы даже вот там, казалось бы, очень простой проект с этими диванами. Я вам скажу, что... Ну, казалось бы, да, на диване. Да, мы его реализовали где-то в районе месяца. Потому что... Шерлигноз. Да, идея в чем? В общем, были приобретены, естественно, диваны в мусорном состоянии. Были разобраны сами диваны. Все перечищено, покрашено. Пошита полностью новая мягкая часть. То есть, вот... Перешит салон. Естественно, да. Как перешит салон. Вот. А перед этим, когда все было в металле, изготовили основу. То есть, на что это потом было прикручено. В том, эргономика. То есть, угол надо было подобрать. Все продумали. Да, действительно. Можно было на глаз как-то сварить, сесть, упасть. Или сидеть постоянно наклоненным вперед. То есть, мы несколько раз, так сказать, угадывали, вернее, как бы не угадывали, а именно путем опытного расчета. То есть, сели, попробовали. У меня есть видеоархив, как вот происходили испытания. То есть, садились 3-4 человека на этот диван. Краш-тест. Смотрели, да, насколько он устойчивый. Ну, вы же понимаете. Съемка, студия. Человек сел, вдруг упал. Так сказать. Ну, не комильфу абсолютно. Там комплектности. Могли пригласить какого-то крупного дядька. Он сел, откинулся и перевернулся. То есть, нужно было правильный диаметр ножек. То есть, и будем говорить, и покраска, там, достаточно дорогая. Применена эмаль. Ну, то есть, как бы делалось все. Вот, с тем, чтобы потом, так сказать, во-первых, хорошо выглядело. А во-вторых, полностью было функционально. Вот. И сделать что-либо вот такого вот масштаба не представляет собой. Сказать, что нет, вы знаете, это невозможно. Возможно. Вопрос ввесть в том, что никто не обращается. И в связи с чем такого опыта нет. Ну, в принципе, возможно. Легко. Легко. Ничего невозможного нет. Понятно. Друзья, время идет. Время первой части нашей беседы подошло к концу. Оставайтесь с нами. И вскоре вы увидите продолжение нашей беседы. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...